Питер Залмаев, американский политолог, директор Международной некоммерческой организации Евразийская демократическая инициатива, присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте, Питер. Добрый день, друзья. Судя по всему, приходится говорить исключительно о Пригожине, но есть и другие темы, разумеется. Я сейчас накажусь в вашем тонне, кстати. И вот тут, знаете, люди ходят с прострацией, как они опять прозябили вот такое интересное развитие событий в нашем Северном Санкт-Петербурге. Ну, слушайте, да, ночью произошло то, я, наверное, впервые процитирую Соловьева с удовольствием. Он сказал, не думал, что когда-то доживу до этого, записывая свое видеообращение, и начал ныть о том, что это мятеж и это вообще удар в спину. Ну, давайте к этому вернемся сейчас поступательно. Конечно, это тема номер один, безусловно, и ее обсудим, о том, как реагирует Америка на происходящее. Но тем временем в Сенате США появилась резолюция, в которой предлагают считать действия России и Белоруссии, ну, их марионеток, нападением на НАТО, в случае, если будет какое-то загрязнение или какое-то радиоактивное облако, в случае теракта, который, как говорил президент Украины, вполне серьезно готовит российская оккупационная власть на территории Запорожской атомной электростанции. Расскажите, пожалуйста, что эта резолюция действительно перед собой предполагает? Что, кроме слов? Вот я так спрошу. То есть, действительно, если они пойдут на это, то НАТО сделает вот это. Есть такое понимание или нет? Есть такое понимание. Я вот вчера как раз встречался по этому поводу и говорил с бывшим послом США в Украине, Уильям Тейлором. Он сейчас представляет Американский институт мира. И вот когда я с ним встречался, я как раз задавал мой вопрос по поводу этой резолюции. Он тогда еще даже не знал о ее существовании. Но если мы взглянем на состав этих двух спонсоров, то это очень важная деталь. Разумеется, в том смысле, что это двухпартийная инициатива. С одной стороны, сенатор Блю Ментал, это такой демократ, который уже с 2011-2010 года в Сенате. Ну и его коллега Линдзи Грэм, ветеран американской политики, республиканец. И что очень важно, знаете, человек такой, с одной стороны, поддерживающий Украину, как никто другой, а с другой стороны, имеющий связь и с Доналдом Трампом. Представьте себе, терапистом его не назовешь, но он имеет доступ к Трампу. И поэтому очень важно в лице Линдзи Грэма, какой бы он ни был, тут одиозный, он очень неоднозначный персонаж. Она же, я вам должен сказать, тем не менее, его поддержка в Украине, она абсолютно классическая, что касается республиканской партии, еще и рейдеровской закалки. Поэтому это очень важно, что вот такую готовность поддержать Украину в случае ядерной войны телеграфируют очень влиятельные представители той или другой партии. Ну и, собственно, знаете, мы уже несколько недель, месяцев слышим и от старины американской политики, от такого корифея Генри Киссинджера, что, собственно, Украина уже сейчас должна рассматриваться, если не де юре, то де факт, то как член НАТО. Тут речь идет, разумеется, о некой такой альтернативе пятой главы коллективной безопасности НАТО. Я думаю, в чем ее альтернативность, это в том, что, собственно, к чему и призывают оба сенатора. Они же не говорят про эквивалентность удара. В случае ядерного удара по Украинской территории есть другие способы утихомерить Путина и сейчас послать ему превентивный мессендж, что наших конвенциальных сил хватит, чтобы разгромить в течение нескольких, если не минут, то часов всю вашу армию. У нас несколько сот помогавных, у нас атаканы, и этого должно хватить, чтобы вы полностью потеряли свой, ну, допустим, для начала Черноморский флот в Севастополе. Вот это, собственно, и этот мессендж. Знаете, и еще он должен сказать, что у меня в свое время в Кумумбийском университете был преподаватель такой Кенеф Воллс, это был легендарный человек, теоретик. Вот у него была такая вот, знаете, nuclear peace theory, контриверсийная теория ядерного мира. То есть он считал, что ядерное оружие, оно, наоборот, способствует миру на земле. То есть ядерные державы, они не воюют друг с другом, и поэтому являются сдерживающим фактором, который, собственно, и способствует миру. Во всем мире, знаете, ну вот Путин, несмотря на то, что при Путне все, сколько уже, 23 года этот мир холодный, но он как-то сохраняется, вот сейчас начал резко демонстрировать то, что, собственно, уже эта теория, ну вот она на его примере опровергается, по крайней мере, вот он пытается сейчас донести западную картину, что он готов начать ядерную войну с другими ядерными державами. Поэтому этот сигнал от сенаторов очень важен в том смысле, что, опять-таки, понять, что Америке не нужно будет втягиваться в ядерную войну, опять-таки, ее конвенциального оружия будет хватить, чтобы уничтожить российскую армию. Митр, да, но похоже, что сейчас Вашингтон занял такую выжидательную позицию, и хотелось бы спросить у вас, эта позиция сохраняется и по отношению к тому, что сейчас происходит в Российской Федерации, то есть есть ли какие-то заявления, какая-то реакция на действия Пригожина на его поход, своего похода на Москву? Ну, опять-таки, как вы знаете, украинское руководство заявило, что вот Украина наблюдает над событиями, происходящими в Российской Федерации, точно такие же сигналы сейчас идут и из администрации, с любопытством наблюдают, давно, с самого начала, следят за Пригожиным, нельзя сказать, что они были не готовы к такой развязке событий, в принципе, аналитиками американскими уже который месяц прорабатывается этот сценарий, но чтобы это было вот сейчас и так ярко, знаете, опять Америка и ее спецслужбы просчитываются не в интенциях, а в возможностях, собственно, Путина, ну и в возможностях, разумеется, Украины, как за неделю до войны они прогнозировали падение Крыма, извините, Киева за несколько дней, и торжество российской армии, то сейчас также они просчитались и до конца не понимали, насколько все-таки дырявая, трухлявая, насколько колосс на плененных ногах является режим Путина, что вот в течение там суток, даже меньше, чем суток, австанческая армия ЧВК Вагнер сумела захватить Ростов и уже, собственно, близка к контролю над Воронежем и, соответственно, поступом на Москву. Кстати, телеграм-каналы передают информацию о том, что в 100 километрах от Москвы сейчас двигаются колонны. Единственное непонятное, это ЧВК Вагнер, по идее они не должны еще успеть из Воронежа туда, потому что от Воронежа у Москвы более 500 километров, понятно, что колонны двигаются медленно, со скоростью, наверное, 80 километров сейчас максимум, но вот показывают колонны кадыровцев, которые якобы едут прямо сейчас в Ростов отбивать этот регион для Путина назад. Вот через секунду попробую показать нашей аудитории. Питер, если вы не против, вот можете посмотреть сейчас вместе с нами. Коллеги, покажите, пожалуйста, на экране. Вот, боевые бронированные машины, машины пехоты едут. И сейчас мы увидим флаг как раз полка «Ахмат», и, собственно, вот это и является основным доказательством, наверное, того, что это не обычные воинские соединения, а личные пехотинцы Путина. А вот как раз вот этот флаг, я его зафиксировал, видите, в левой части экрана. Как раз флаг батальона «Ахмат». Питер, вопрос вам следующий. Михаил Ходорковский, один из лидеров российской оппозиции, сегодня написал о том, что если черт идет против дьявола, или какая-то такая формулировка есть, то давайте поддержим этого черта, имея в виду Пригожина. То есть призвал людей максимально вообще сопутствовать всем планам этого военного преступника, безусловно, который призывает, напомню нашей аудитории, все равно призывать и бомбить украинцев, а не спасать их от путинского режима. Скажите, американские элиты и люди, которые находятся в Белом доме, они рассматривают вариант временного сотрудничества с Пригожиным, если все-таки ему удастся зайти в Кремль. Вот поддержат ли они его, как вы думаете? Какое будет отношение? Я уверен, что если поддержат, то мы об этом, по крайней мере, в ближайшем будущем не услышим. Возможно, мы об этом узнаем в учебных историях. Сейчас, разумеется, это очень щепетильный момент, когда Байден не может подыгрывать российской пропаганде. Сейчас, если вы видели, собственно, и очередной твит Медведева, таки он проспал свой запой вчера и утром разразился новым твитом сплотиться вокруг президента и давать отпор внутренним и внешним врагам. Понятно, что они сейчас будут связаны с внешними силами и представлять пригожно вот как раз в виде такого получающего за границей поддержку агент пятого колумниста, собственно. Поэтому тут речь идет, конечно, о некем конституционном строе, который Путин утверждает, что он защищает Америку. Разумеется, не будет, по крайней мере, на словах мы помешиваться, чтобы не дать очередного повода российской пропаганды утверждает, что это заговор извне. И вот продолжать осуществлять и укреплять эту так называемую крепость Россия. Собственно, сейчас есть крепость Москва или, как они назвали, это уже в буквальном смысле название такого вот контртеррористической операции. Поэтому Путин будет крайне осторожен. Но, опять-таки, западными аналитиками тот же институт изучения войны, друзья, вы, возможно, уже видели сегодня, констатировать, что вот это развитие событий может быть прекрасной возможностью для Украины развить, использовать эту ситуацию и резко развить прогресс контрнаступления. Петра, как вы считаете, это ситуация, которую мы сегодня буквально поминутно отслеживаем. Реакция Вашингтона пока непонятна. Это выжидающая ситуация, позиция. Но может ли действие Пригожина усилить военную помощь Украине на фоне вот этих событий, которые разворачиваются, например, на Атакамс прибудут? Ну, точно, что мы можем рассчитывать? И будет ли такой толчок? Собственно, да. И об этом, знаете, даже, то есть, я думаю, что вот тот призыв Майкла Маккола, очень серьезный республиканский игрок в Конгрессе, который уже неоднократно призывает администрацию дать Украине Атакамы, я думаю, что его голос может усилиться, потому что если, опять-таки, сейчас мы видим, враг начинает потихонечку стекать кровью, опять-таки, это великолепная возможность усилить поддержку Украины, ну, в том числе, чтобы, опять-таки, мы будем предельно осторожным комментировать, но есть очень перспективное направление, в том числе и Беларусь, если мы говорили про разные гибридные формы воздействия на эту враждебную Украине страну, вы видели, что Лукашенко, якобы, передаю своей семейкой с Маталудочки и сейчас находится в Турции, опять-таки, по не совсем подтвержденным данным, но есть такая информация, что он сам в Турции, может быть, даже члены его семьи. Ну и, разумеется, не забывайте про РДК и Лигию свободы России, которые сейчас уже делают заявление о том, что призывают жителей Ростовской области не доверять ни кем, ни к другим, а переходить на их сторону, то есть вот налицо ситуация, идеальная ситуация смуты, опять-таки, которая дает великолепную возможность Украине довести и делать освобождение своей территории до конца в намного более краткие сроки, чем ожидалось. Спасибо большое, Питер Залмаев, американский политолог, директор Международной некоммерческой организации Российская демократическая инициатива, был с нами в прямом эфире телеканала Freedom. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова